здравствуйте уважаемые телезрители в эфире очередной выпуск программы акцент я по-прежнему ее ведущий меня зовут юрий алаев на и сегодня я с удовольствием побеседую некоторое время с коллегой по цеху с известным журналистом обозревателем новой газеты а до этого внутри политическим обозревателем известия до этого корреспондентом и завотделом комсомольской правды и так далее и так далее то есть одним из видных если сказать выдающихся журналистов перестроечных и пост перестроечных времен и современности павлом гутионтовым павел спасибо что нашли время поговорить я понимаю что у вас жесткий цитнот поэтому давайте без раскачки вопрос для протокола дни для милиции не для полицейского протокольный вопрос дипломатически в каком качестве с какой целью вы прибыли в казань я прибыл в качестве члена жюри и спикера лидературного конкурса глаголицы вот я должен здесь был обиходить своим вниманием своей требовательностью и так далее далее своими лучшими качествами людей которые готовят себя школьников которые готовы себя к журналистике вот я этим занимаюсь здесь плане эти два дня возраст этих ребят 10 10 лет до 17 до 17 лет если прочитать я сегодня прочитал восхитившие меня письмо самого младшего десятилетнего он написал мы писатели написал молодец в общаге когда я учился в журфаке со мной в комнате жил молодой человек из небольшого удмуртского городка который совершенно серьезно говорил о себе я хочу быть пламенным публицистом вот именно так пламенным публицистом не больше не меньше окей но так вы судя потому что вы тратите на это время вот на такого рода мероприятия на литературный конкурс и подростков которые хотят стать журналистами вы верите в то что журналистика по крайней мере российская журналистика еще не умерла как многие говорят я верю это слушайте вы молодец почему вы в это верите есть аргументы есть потому что я работаю в новой газете который работает 120 человек она одна из самых молодых газет страны федеральных дней я узнал в пятницу были выбора главного редактора муратов вернулся мурата вернулся у нас 47 пенсионеров при этом причем работают реальная реальная реальные штыки то есть и при этом мы самая молодая газета да и такая диалектика хорошо много говорят о том что представители нашей профессии молодое поколение может быть поэтому в новые работают 47 пенсионеров все больше страдают от дислексии до выражаясь научным языком то есть все меньше умеют связать несколько слов во внятное предложение понять проникнуть в суть событий изложить их а читатели в свою очередь воспринимают за один присест все меньше объем текстов если там пять лет назад еще исследование показывали что две с половиной тысячи знаков в состоянии человек проглотить без отвлекал очик и безо всяких там крючков которые будут по новой стимулировать внимание то теперь этот объем сократился до 1200 1500 знаков это одна страница как быть я не знаю я скажу что нас это самое огромное количество пенсионеров еще и потому что муратов свое время когда он был главным предыдущий кадинца он собирал всех кто не годился в окружающих газетах в россии было 44 лауреата президентской премии ельцин раздавал вторым человеком кто получил эту премию была ира петровская и и экс известенец да да и из известий уволили сразу после вручения этой премии на из новых этих известий не новых известий но да 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 вот потом она получила премию правительства россии и уволили из известий трое раз вот его подобрал муратов и она благоденствует у нас ведет еженедельно замечательно рубрику ирину я давным-давно читаю с удовольствием читал ее обзор телевидения едки у точные умные вот тот язык который теряется сейчас к сожалению обобщая можно сказать что ваши пенсионеров я бы все-таки в кавычке взял дали вы правильно сказали но реальные штыки это такие пенсионеры оппозиционеры до существующей тенденции существующим воззрением или нет не совсем то знаете я боюсь слова оппозиционер почти как иностранный агент ну ближе конечно теперь уже близко теперь уже теперь уже говорят вот зари моего отсутствия дома дома приняла решение дома дома приняла закон на монастарных агентах приравнивая в том числе блогеров физических лиц да да то есть человек получивший 10 долларов из-за границы мгновенно становится странным агентом мне очень нравится как говорят их случаях депутаты которые принимают такие законы но вы же понимаете что никто этого делать не будет а я не понимаю потому что не делаются вот так что я думаю что еще раз повторите ваш вопрос вопрос заключался в том вы вы вот эта команда позиционируете себя извините за опять же то второй как оппозиционеры вы знаете я расстраиваюсь когда меня принимают за позиционера я считаю что я занимаюсь исключительно патриотической деятельностью исключительно патриотической деятельностью я пытаюсь и газета наша пытается пытается поправлять идиотизм который сильно мешает окей то есть на самом деле вот вы и есть реальные патриоты настоящие патриоты они патриоты лазунговые деятельны конечно спасибо это существенно очень уточнение в том числе для тех кто видит новую газету читает и может быть имеет они несколько такое вот искаженное представление некой аберрация зрения возникает не говорят из недели бьюз что почитаешь свою газету хочется повесить ну да да вина в этом не наша вина тоже то о чем мы пишем виновата в этом то есть действительность действительность такого вы зеркало а вы ее отражает учается так а не кривое мы стараемся мы стараемся зеркала ведь разные бывают правда протираем шлифуете да очень хорошо к вопросу о современной журналистике и о тех кто в этом цехе сейчас работает в том числе о людях мало младших поколений скажем так в 97 году новый автор нескольких книг публицистических в 97 году вышла книга под вот просто я поаплодировал когда увидел название вот это вот судьба барабанщиков в девяносто девятом девятом она уже нет но вот видите что-то меня подводят или замысел или референты но не суть я ведь о названии да вы имели ввиду от барабанщиков перестройки тех кто от барабанил а потом хоть трава не расти ну и это тоже и это тоже я оттолкнулся от эпиграфа от эпиграфа из хейзинги он в своей в своей книге он написал что об эскимосском племени я не смогу процитировать не важно для смысл что единственная форма выражения общественного мнения это игра на барабане когда надо что за какой-то спор решить собираются собираются племя и оппоненты сидят и под барабан обличают друг друга друг друга семьи причем поощряется преувеличение гротеск и так далее так далее вот эпиграф открывает книгу и я то грешным делом первая ассоциация которая возникла у меня это почти дословно совпадающие название рассказа судьба барабанщика до аркадий гайдар да и там ведь барабанщика это был провозвестник и про прокладывающий дорогу это тот самый хайдар до переводе с татарского всадник скачущий впереди псевдоним самого гайдара и вопрос мой на самом деле заключался в следующем я тоже довольно давно уже как вы видите по мне наверное да имею отношение к журналистике в том числе и к известиям в 80-е годы и у меня вызывает честно вам скажу вот как коллега вызывает некую изжогу трансформация позиции многих к сожалению людей из журналистского цеха которые 25 лет там или 20 лет назад барабанили одно теперь с таким же воодушевлением и пожалуй что даже с той же долей искренности барабанит совершенно другое вот даже думаю с большей долей даже может быть из большей доли восхищения почему такая трансформация происходит с вашей точки зрения знаете 80-е годы время перестройки не был искренне уверен что те кто выступает против меня против единственно правильной линии линии но они просто прикидываются нельзя же быть таким дураком до конца можно окажется можно окажется можно это раз второе разные люди получили возможность высказывать свою точку зрения это вторая штука это очень важно нас не отнимешь вот потому что мне казалось 80-е годы и был искренне убежден что журналиста это самая подвинутая самая активная самая реально мыслящие люди стране ну между прочим я тоже так считал до оказывается нет окажется многие прикидывались тогда они сейчас прикинутся реальным мыслящим это круто вообще-то это круто пилотаж конечно выше пилотаж в связи с этим у вас не возникает желание или может быть потребности написать еще одну книгу особенно барабанщиков но теперь уже обращаясь не к эскимоским аналогиям а мы нет я думаю нет я думаю было бы интересную когда была презентация была когда была презентация моей первой этой книжке барабанщика книжка состоит из примерно 120 портретов и памфлетов о деятелях перестройки начинается с горбачева и кончается и на его все остальные по алфавиту кроме горбачева вот и когда была презентация мне значит гасан как же его фамилия забыл фамилию филолог не филолог не филолог я уже думал вы о гасане гусейнове который тут недавно всех возбудоражил высказывание маяка бруса не будем говорить право язык хорошо гасан мирзоев гасан мирзоев президент адвокатской коллегии депутат маска павел мы надеюсь что следующий книга будет а сколько сам не будет не будет почему если она будет отсидеть за эту книгу а потом уже будет неинтересно мы будем защищать мы с федотовым тебя будем защищать не давим защитить меня не удалось мне просто неинтересно потому что тогда эти люди были все разные понимаете сейчас не все одинаковые я в данном случае имею ввиду не не государственных мужей так называемых и даже не политиков они-то как раз так я уж не знаю как наверное к сожалению все таки начинают все больше напоминать строй оловянных солдатиков таких все на одно лицо на одну колодку несмотря на физиогномические различия я-то имел ввиду как раз наших коллег вот тех кто бьет в барабаны на различных каналах помните шутку времен перестройки чем демократия отличается от демократизации говорили что это также примерно как канал от канализации до правды так вот я когда говорю о каналах сейчас все чаще мне приходит на вот такая параллель я-то настоятельного все-таки предлагаю вернуться и написать не было не интересно не интересно потому что эти люди неизвестны от извините мне писать не интересно просто определение а газете не интересно потому что их никто не читает возвращаемся к началу какие аргументы вы можете привести в пользу того что журналистика как такая какой мы с вами ее помним какое знаем какой может быть я позволю себе наглость тоже себя к этой что ли группе отнести который мы сами принадлежим какие гарантии или какие аргументы в пользу того что это журналистика не умирает или не умрет на ее место не заступит вот это вот я застал конец вашей встречи со студентами сейчас вот мы же после этой встречи вы там сказали что блогер у нее не имеет право не приводить доказательств не по фактам не по аргументам что какая гарантия что вот это вот блогерство не имеющие на самом деле никакого отношения к качественной журналистики просто вытеснит и ее в том числе и аудиторию новой газеты аудиторию каких-то других изданий аудитории новые газеты я имею ввиду бумажные варианты она все-таки растет за последние годы не падает тираж и растет не так интенсивно как мне бы хотелось растет один дот второй дот международный опыт в начале двухтысячных годов весь мир столкнулся с этим с вытеснением интернетом и так далее так далее во что он босс переходила только на интернет издание и так далее так далее а потом все эти вопли все панические вопли алармические заканчивались и газеты сжавшись оставались не конкурируя с собственными интернет версиями но сохранялись почему у нас становится газет становится признаком элитарности то есть считать газету становится модным бумажную газету что важно дам до состоявшемуся человеку не просто богатому который можете купить газету а состоявшемуся человеку специалисту модно читать газету модно читать бумагу модно перелистывать страницы выбирая то что прочитаешь час а что отложишь так далее за чашку утреннего кофе или вечером сигары да да но в метро в метро в метро москве ежедневно не вижу ни одной газеты это да давным-давно давно муж все все сет упершись свои телефона но я думаю что пережили все то есть вопрос теперь только в том чтобы умножить числом элиту умножить число состоятельных в хорошем смысле этого слова идея нену варишей он состоявшихся людей да это возможно есть 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 какие-то предпосылки для того чтобы число таких людей в россии выросла но сегодня предпосылками у нас уже хорошо научились бороться это вопрос общий вопрос конечно конечно потому что после вопроса судьбе качественной журналистики здесь вы заняли все таки позицию на мой взгляд оптимину нет не просто оптимистическую а боюсь даже охарактеризовать ее я более скептически настроен как раз в силу того что людей состоявшихся в том смысле в котором мы с вами это имеем ввиду их к сожалению не очень много и если новое прирастает тиражом немножко но прирастает в условиях такого мегаполиса как москва но это мало о чем говорит коммерсант лучшие свои годы до говорила у нас там растет тираж растет 100 растет это но при этом коллеги скромно так не то что умалчивали ну просто как-то это уводили с аванс сцены то обстоятельства 97 процентов их читатель это была москва и питер но отнюдь не вся россия да а что можно сказать о сайте по сайту по вот это конкретно по вашему сайт растет лучше хоть тоже расчет потому что раз в раз раз растут соответствующие настроения я тоже получаю рассылочку ежедневную с представлением каждого номера мы вынуждены заканчивать не в силу того что я уже не знаю чего вас спросить я вас еще минимум полчасика поспрашивал а я знаю что ответить а вы у вас жесткий цит ноты я не смею вас задерживать у меня последний вопрос опять же окончине некоторых может быть явлений или процессов или составов объектов владимир владимирович путин сравнительно недавно на весь мир заявил что либеральная идея себя изжила во первых я должен заметить что он не одинок в этих своих воззрениях если посмотреть последние высказывания господина фукуям это в общем каких-то по каким-то акцентом солидарен оказывается хотя конечно на то никогда не скажет но сам сам по себе посыл да вот либеральная идея себя изжила и там дальше три-четыре аргумента было у главы нашего государства не все это восприняли естественно тут же возникла полемика высказывались наши коллеги высказывались политики что да ну нет ну как если вот ваша персональная точка зрения она вообще-то когда-нибудь была в россии либеральная идея я имею ввиду идея сформулированное как нечто цельное как идеологии если хотите если чему-то умирать было какое-то время интересно я бы хотел у него заглянуть лучшие времена страны но 60-е годы позапрошлого века времена великих реформ брежневских позапрошлого века а позапрошлого великих реформ не брежневских брежневские реформы считается великими экономическую реформу 64 года времена после 907 до 914 года надо надо вот война нас подкосила конечно война подкосила страну первомировая до 80-е годы 2 80-х годов прошлого или позапрошлого прошлого прошлого уже до перестройка гармачев гласность да ну плохо 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 за это боролись понятно на новом витке истории возврат возможен к этому как мы же говорим да история развивается по спирали вы знаете рад был бы закончить на оптимистической ноте но будущий человеком исключительно честным не готов мне кажется просто сейчас нет у нас ближней перспективе у нас нет людей для этого вот потому что в 80-е годы у нас были люди сейчас людей нет но я думаю что на следующем этапе они появятся вот здесь бы самое время мне сказать так давайте же выпьем за это да так как мы сидим на телестудии за столиком ресторане или кафе павел большое вам спасибо за интервью мне было просто очень интересно не то что не только приятно но просто было очень интересно еще как принято говорить да извините за пошлость так вот сверить ощущение сверить восприятие я хочу напомнить нашим телезрителям что сегодня в гостях программе акцент был публицист обозреватель новой газеты павел гутионтов я юрий алаев ведущий этой программы спасибо вам большое за внимание я надеюсь что вам было интересно до новых встреч